Премия «Человек года» учреждена для поощрения жителей Магадана за особые заслуги и высокие достижения в различных сферах деятельности. По итогам прошедшего года наградят органы местного самоуправления города. В этом году премию присуждают в 13-й раз. Среди кандидатов на премию «Человек года-2020» отметили одну из кандидатур в связи с проделанной работой в пандемию. В сжатые сроки была проделана колоссальная работа, обозначена лутизация заболевших, организованы инфекционные стационары, выставленное реанимационное отделение, приобретено недостающее медоборудование, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, оснащены общежития для медиков в госпиталях. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществлялось на основании ходатайств от предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, творческих союзов. Они зарегистрированы согласно действующему законодательству. Для соискания премии по итогам прошедшего года поступила 21 заявка в 14 номинациях. Победителями станут работники в сферах искусства, культуры, коммунального и сельского хозяйств, спорта и другие. Размер денежной премии для победителей в номинациях составляет 11 500 рублей. Для главного лауреата премии – 57 500 рублей. Награждение лауреатов состоится на торжественном приеме мэра Магадана в честь празднования Дня города. На прошедшем вчера заседании правительственной комиссии Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили тему туризма для детей по территории региона. В настоящее время создаются комфортные условия для вовлечения во внутрирегиональный туризм несовершеннолетних. Так, в 2019 году были промаркированы и обустроены три экологические тропы, а именно бухта Батарейная, Корейский Ключ и Каменный Венец. Данные тропы соответствуют требованиям и рекомендованы для прохождения туристическими группами с участием несовершеннолетних. Поэтому уже на ближайшем заседании их внесут в областной реестр. Также в этом году будет подготовлен туристический маршрут «Черный Ключ». Кроме этого, заместитель министра культуры и туризма Максим Шурхно затронул тему вовлечения детей в занятия спортивным туризмом. Организовано проведение профильных смен юных туристов на базе «Сокснежный». Планированный и суммарный охват в целом несовершеннолетних по данным сменам – это 150 детей. Мероприятие подготовлено непосредственно администрацией «Сокснежный» при поддержке спорткомитета мэрии города Магадана, при участии Министерства образования Магаданской области, Агентства по туризму Магаданской области, Магаданского городского турклуба и Детского экологического центра. Более этого, запланировано вовлечение детей региона в национальный проект детского туризма «Моя Россия». Данная программа представляет собой организацию экскурсий в исторические города России. Этот проект реализуется с 2014 года, и раньше ребята посещали только Москву и Санкт-Петербург, но с недавних пор добавили города Крыма и Севастополь. В случае одобрения максимальной возможной квоты по данному проекту, планируется отправить 200 детей. Также в сентябре запланировано проведение соревнований по спортивному туризму. Участниками данных соревнований будут учащиеся образовательных учреждений Магаданской области, а планируемый охват составит до 100 ребят. Вместе с этим в 2021 году планируется разработка четырех новых экскурсионных программ. В основном они будут предназначены для взрослых людей, однако возможно и участие несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос организации экскурсий совместно с администрацией детских лагерей. Детская площадка стоит в воде. Жители Магадана на улице Берзина обеспокоены проблемой неизвестного источника воды в игровой зоне для детей. Магаданцы обозначили проблему еще в прошлом году. Специалисты отмечают, что воду проверяли в лаборатории. Оказалось, она не проточная и не из канализации. Сотрудники утверждают, что она бьет из подземных источников. Водоотведение сделать в этой зоне невозможно. Поэтому глава областного центра выехал на адрес с целью устранения проблемы. Поэтому мы приняли сейчас решение. Вот здесь есть недостроенное здание, ростверк стоит. Он очень плотно стоит. Мы его отсыпем, благоустроим, переносим туда детскую площадку. А здесь делаем такую локальную лесную зону, где будут посажены лиственницы, сделаны дорожки, чтобы можно было подойти к одно, естественно, ограждение и так далее. И заодно сделаем и пожарный проезд, и заодно почистим и ту канаву, которую люди используют, к сожалению, как место для сброса колес и всяких ненужных вещей. Перенести детскую площадку и облагородить участок службы Магадана планируют в течение месяца. В этом дворе живет много детей. Поэтому новый участок на Берзе на 21А будет востребован жителями этого региона, отметили специалисты. Оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом теперь можно через портал Госуслуг. У предпринимателей будет возможность сэкономить время и затраты на получение разрешительных документов. Также можно будет обойтись без личного посещения соответствующих ведомств, отметили специалисты. Нововведение может поспособствовать развитию морского туризма на Дальнем Востоке. Так, в июне этого года стартовал межрегиональный круиз из Камчатки на Колыму. Планируют, что круизные линии также соединят Магаданскую область с Сахалином. Региональные власти поддержали местных предпринимателей в стремлении сделать остров Завьялова жемчужиной туристического отдыха на Колыме. В зале ученого совета СВГУ прошло рабочее совещание по вопросам взаимодействия организаций областного центра Колымы с университетом. Правительство Магаданской области, мэрия Магадана и единственный вуз Колымы определили направление сотрудничества по вопросам в сфере цифровизации. Представители Института цифровых технологий СВГУ показали свои достижения в области программирования. Ректор университета познакомил гостей с интерактивным роботом. Поживаешь? Ну, нормально. Особенно после сегодняшней ночи, когда мы выиграли футбол у сборной Финляндии. Привет, спасибо, что пришел к нам. Пришел с тобой познакомиться. Уважаемые гости, спешу сообщить вам, что наш университет перешел на новый качественный цифровой уровень. Специалисты СВГУ для гостей совещания провели экскурсию по вузу. Осмотрели новую модель кампуса, сделанную студентами, и выставку народов Крайнего Севера. Делегацию проводили в учебной аудитории СВГУ. Им показали новую телевизионную студию. Такая платформа учебного помещения позволяет получать знания и в очном, и в заочном формате, отметили специалисты. Вы много в онлайн-режиме провели занятия в том году? Очень много, практически все. Все, что касалось лекции, это колоссальный объем. Мы об этом сегодня будем говорить. Платформа дистанционного обучения в университете позволяет и в оффлайне работать студентам, и в онлайн. В институте цифровых технологий специалисты показали гостям научную и химическую лабораторию. Здесь есть и интерактивная доска для преподавателя. Аудитория химии позволяет проводить занятия в очном и заочном формате. В кабинете биологии трудятся биологи естественных наук. В данный момент студенты заняты практикой. Гости совещания посетили музей информатики. Большой вклад в его создание внес Андрей Сироткин, доцент-кандидат технических наук. Многие из представленных экспонатов работают и до сих пор. На совещании специалисты цифровых технологий представили гостям свой новый портал. Он разработан для реализации образовательных, технических и инженерных программ. Мы в результате смогли перейти на буквально новый уровень. Цель-то была заявлена какая? Трансформация учебного процесса. Создание новых образовательных продуктов, интеграция с работодателями, интеграция вообще нашей образовательной среды в промышленность и управление региона. На сайте представлены три системы видеоконференц-связи. Они бесплатны. Университет готов предоставить это и другим образовательным учреждениям. На сайте разработан свой YouTube-канал. На нем специалисты публикуют видео-лекции, информационные уроки. Модернизация Института цифровых технологий делается с целью усовершенствования учебного процесса, отметили специалисты. Для того, чтобы безработные граждане могли выйти на пенсию раньше, нужно соблюдать ряд определенных условий. Так, досрочная пенсия устанавливается не раньше, чем за два года до наступления пенсионного возраста. Право на получение указанного вида пенсии получают те, кто потерял работу в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателям, а также сокращением численности или штата работников организации. Основным требованием является наличие страхового стажа для мужчин 25 лет и для женщин 20, а также отсутствие возможностей для трудоустройства. Досрочная пенсия назначается по предложению органов службы занятости, и дальше они направляют безработного человека в Пенсионный фонд Российской Федерации, или же заявление сразу отправляют туда в электронном варианте. Но уже с 1 января 2022 года получать досрочную пенсию станет легче, так как не нужно будет подавать заявление в Пенсионный фонд. Как только у безработного гражданина наступит возраст, позволяющий получать страховую пенсию, ему необходимо будет снова обратиться в Пенсионный фонд для назначения или перевода на другой вид пенсии.